Имя Алилуйя! Давайте будем прославлять Его на этом месте, Он достойный! О, ну сносите Его имя, оно выше всех имен! Перед этим именем сводится всякая колена! Имя выше всех имен! 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 Алилуйя, Господь! Мы, как церковь, как народ Божий, собранный во имя Твое, Возносим Твое имя! И мы сейчас вместе с ангелами поем Слава вышли! Осана Тебе, Господь! Благословляем Твое имя! Превозносим ее! Прославляем его! Ты великий! Ты чудный! Ты спаситель! Спасибо Тебе, Господь! За то, что Ты был явлен в этот мир! За то, что Бог стал человеком! Спасибо Тебе, Господь! Благодарим Тебя и славим! Воздайте Богу хвалу Он достойный! Давайте хорошую воздадим хвалу! Друзья мои, это чудно славить Господа! Быть в присутствии братьев, сестер! Быть в присутствии ангелов! Я верю, что здесь вместе с нами ангелы славят Господа! Вот хор, они как ангелы, друзья мои! Я не знаю, как вы сегодня чувствовали себя, я как будто на небесах побывал! И я так думаю, надо им задание дать, чтобы каждое причастие, то есть первое воскресенье месяца хор у нас всегда пел! Да? Так что вам уже... Ивану Александровичу надо дать задание сделать сцену побольше! Вот так вот, метра два туда, метра два туда! Украдем вон те углы у людей! Так что скоро места не будет! Одна сцена будет в церкви! Все будем хором Божьим! Аминь! Слава Господу! Это здорово! Спасибо вам, драгоценные! Вы создали прям вот такое праздничное настроение! Так было здорово! Как будто хор ангелов пел! А будет еще лучше, там в конце будут дети петь! И будет праздник! Поэтому наберитесь сегодня праздничного настроения! Будьте до конца! Будет прекрасно и здорово! Друзья мои! И сегодня... Вот давайте поблагодарим прославление! Друзья мои! И сегодня у нас было особенное пожертвование, о котором мы размышляли на протяжении всего года! Это пожертвование, как благодарность Господу за весь год! И многие свидетельствуют о том, кто в том году, тоже в конце года, принес эти пожертвования, как Бог благословлял! Я говорил в лидерский чат, что это путь к благословению! Когда ты словами благодаришь Господа, ну, конечно, мы все благодарны Богу на словах! Но, друзья мои, слова должны подкрепляться делами! Самые ценные сегодня для человека, это, конечно, близкие! Но близкие с деньгами! Сегодня мы знаем цену денег! Они все равно, как ты ни крути, как ни верти, цены в нашей жизни имеют огромное значение! Поэтому, когда мы жертвуем Господу, мы показываем, что вот это, что имеет в земной жизни огромное значение, намного меньше, чем сам Господь! И я готов этим пожертвовать! Ради тебя, Господь! Ради тебя, Господь, я готов отдать! Поэтому мы, делая это, воздаем благодарность или выражаем благодарность Господу! Все финансы, которые мы сегодня соберем, мы отдадим за это здание! Мы делаем так каждый год! И я думаю, что у нас будут хорошие сегодня пожертвования! Если вы это не сделали, не расстраивайтесь! На следующий год можете сделать, либо в первое воскресенье января продолжить эту традицию, помолиться Господу! Поэтому, друзья мои, спасибо вам! Спасибо вам за ваше пожертвование! Благодаря им церковь сегодня может делать много дел в городе и в Царстве Божьем, распространяя его пределы! Аминь! Нам еще много надо сделать! Давайте мы помолимся и благословим эти финансы! Дорогой Небесный Отец, мы благодарим тебя за каждый пожертвованный рубль! За людей, которые были сегодня щедры, которые всегда щедры! Благослови эти финансы и пусть они будут как семя, посаженные в добрую почву, которые принесут в сто крат, Господи, урожай! В сто крат! Мы провозглашаем всем, кто посеял! В сто крат увеличение во имя Иисуса Христа! И пусть это послужит во славу Твою! И пусть люди, увидя наши дела, прославят Царя Царей, Отца Небесного! Благодарим тебя и славим! Благословляем эти финансы! Во имя Иисуса молились мы тебе! Аминь! Да, можете забрать, посчитать! Друзья мои, еще минуточку, пожалуйста! Я вот, ну, как бы, ну, вот люблю пользоваться служебным положением! Так вышло, понимаете! И сегодня для вас прекрасный день, знаменательный день! День рождения Иисуса Христа! А для нас, Смолина, еще более знаменательный! Сегодня нашему драгоценному сыну 25 лет! Вот прям сегодня, да! Он единственный мой наследник! Если бы было четверо, я бы так не делал! Но сегодня хочу вот прям на сцене записать ему видео поздравления! И чтобы вы вместе со мной поучаствовали! Когда мы повернемся к вам с моей Мариной, да! Вы произнесли трижды! Поздравляю! Да, поздравляю! Я знаю, ей не нравится! Поэтому это экспромтум! Я никогда не говорю об этих делах своей супруге! Потому что она не хочет, чтобы супруг Марине не говорю! Потому что она точно не даст мне это сделать! Иди сюда, пожалуйста! А так раз перед фактом! И ничего не сделаешь! Мужчины! Да, вот! Давай! Давай! Мы вот записываем, записываем поздравления! Потом повернемся к вам и вы и так вот это поздравите! Хорошо! Репетировать не будем, да? Да! А? Нет! Вы что?! Перестаньте! Все однодейте маску! Перестаньте! Репетировать не будем! Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И еще задолго до рождения Иисуса Христа Пророки возвещали об этом Пророки они пророчествовали Об этом рождении И один из этих пророков был Исайя Он сказал следующее Книга Исайя Книга пророка Исайя 7 глава 14 стих Итак Ни одна женщина без участия мужчины не рожала Мы все прекрасно знаем Для того чтобы женщине забеременеть Нужен мужчина Мужчина оплодотворяет женщину У него есть семя Но здесь случилось нечто необыкновенное Вернее не случилось А пророк заявил о том Что по сути Не должно случиться вообще Никогда Есть такая легенда о Симеоне Это человек О котором речь идет в Евангелии от Луки Во второй главе Который увидел Иисуса Христа И сказал такие слова Ныне отпускаешь раба твоего владыка Эта легенда гласит о том Что Симеон Он был одним из переводчиков Ветхого Завета Танаха Либо Тары Кому как удобно Он переводил на греческий язык И когда он прочитал Книгу пророка Иса И именно вот этот текст О котором мы с вами сейчас говорим Он подумал что это ошибка Так как дева Не может родить ребенка Женщина не знавшая мужчину Не может зачать плодом А если мужчина познал женщину То она уже не дева И он думал что там ошибка Что опечатка И он мучился в догадках И хотел исправить это слово Дева на слово жена То есть женщина Но легенда гласит о том Что к нему явился сам Господь И сказал Что нет никакой ошибки Именно так как написано Так и случится И вы свидетельство этому Ты будешь жить до тех пор Пока глаза твои не увидят этого ребенка Легенда гласит Что Симеон прожил около 300 лет Библия не подтверждает И не утверждает об этом Это может быть красивая легенда Может быть и нет Но то что Исаия произнес Революционное И будоражащее сознание Взрывающее сознание пророчества Это факт друзья мои Это мы сегодня знаем этот факт И так читаем А представьте себе Люди которые ни разу не видели Что женщина может зачать Без мужчины И при том выносить и родить ребенка У них революция в голове Это было очень смелое пророчество И Исаия говорит Что нарекут ему имя Иммануил Что значит с нами Бог Слово иммануил в Библии Употребляется всего лишь 4 раза И 3 раза в книге пророка Исаии И в книге пророка Исаии В Ветхом Завете оно имеет Негативно-разрушительный контекст Контекст употребления этого слова таков Царь Ахаз был вероломен Бог послал к нему Исаию С известием Что Сирия И Израиль Они запланировали напасть на Иудею Которой управлял царь Ахаз Но Бог говорит через пророка Исаия Царю Ахазу Что он не позволит им завладеть Иудеей И так как царь Ахаз Он был идолопоклонником Он не поверил словам Исаии Тогда Исаия сказал ему Проси знамение Хочешь проси Или в глубине Или на высоте Но и тогда царь Ахаз не поверил Исаия не поверил Господу И Бог тогда огорчился И сказал что Во знамение тому Что он говорил правду Он даст вот это знамение Что дева примет и в очреве родит Но это знамение будет знамением кары Бог покарает свой народ Бог осудит свой народ Так и случилось Израиль и Сирия Они завоевали Иудею Окружили Иерусалим И в Иудею пришел великий голод Но вот в Новом Завете Это слово имеет уже другой окрас Оно имеет позитивно Конструктивный окрас Друзья мои Можно пожалуйста с детьми разобраться Людям мешает Пожалуйста Можете выйти У нас есть комната Или просто успокойте своих детей И вот в Новом Завете Это слово звучит по-другому Мы читаем Матвея 1 глава С 21 по 23 стих Родит же сына И наречешь ему имя Иисус Ибо он спасает людей Своих от грехов их И все сие произошло Да сбудется реченое Господом Через пророка Который говорит Дева в очреве приимет И родит сына И нарекут имя ему Иммануил Что значит С нами Бог Друзья мои Рождество Иисуса Христа Принесло нам радостную весть Нам рожден Спаситель Который избавил нас От наших грехов И благодаря приходу Христу на эту землю Человечество получило посредника Между собой и Богом Друзья Если раньше для того чтобы Встретиться с Господом Пообщаться с Ним Нужен был храм И священники То сегодня Бог с нами Друзья Бог посреди нас И более того Бог в нас Слава Ему Аллилуйя Мы можем с уверенностью Сегодня говорить Что Бог с нами Даже если ты не ощущаешь этого Даже если ты не видишь Что то происходит Вокруг тебя хорошее Я скажу тебе Бог с тобой Бог с тобой Бог с тобой Поверни соседу И скажи Бог с тобой Бог с нами Друзья Аминь Ну что это значит Для нас Когда мы говорим И думаем И живем так Что Бог с нами Значит ли это Что Бог будет делать Все Как мы этого желаем Потому что Многие так и думают Достаточно Богу Прийти в его жизнь И жизнь наладится И она пойдет Именно Тем чередом Который ты Желаешь для себя Именно Господь Он исполнит Все наши желания Но хочу сказать Он не фокусник Он царь царей И он господин Что же значит Для нас Когда мы говорим Что Бог с нами И первое Это значит Что Иисус Бог Потому что сказано Нарекут ему имя Иммунил Что значит Бог с нами Многие говорят Ну где написано Что Иисус Бог Вот здесь и написано И Библия вся Говорит о том Что Иисус Бог Друзья Рождество Оно заключается в том Что Бог Стал человеком Для того Чтобы человек Потом Обоготворился Для того Чтобы он имел Встречу с Богом И приобрел Его качество Друзья мои И сегодня Бог с нами Ну еще Что же это значит И давайте На примере людей Которые первыми Из всего человечества Соприкоснулись Мы с Иисусом Христом Посмотрим Что же это значит Для нас Давайте откроем Вместе с вами Евангелие от Луки Первую главу Двадцать шестой стих И прочтем Прочтем Как ангел Пришел к Марии Мы сегодня поговорим О Марии Иосифе О Марии О матери Иисуса Которая первой Столкнулась Или соприкоснулась С нашим спасителем Когда мир Еще его не видел Она носила его Под сердцем Она первая И Иосиф первые Увидели этого младенца Он к первым Пришел К ним В жизнь И давайте На их примере Посмотрим сегодня Что же значит Когда Бог с нами В шестой же месяц Послан был Ангел Гавриил От Бога В город Галилейский Называемый Назарет К деве Обрученную мужу Именем Иосифу Из дома Давидова Имя же деве Мария Ангел Войдя к ней Сказал Радуйся Благодатная Господь с тобою Благословенно ты Между женами Она же Увидев его Смутилась от слов его И размышляла Что бы это было За приветствие И сказал ей Ангел Не бойся Мария Ибо ты обрела Благодать у Бога И вот Зачнешь Благодатная И сила И сила Всевышнего Осенит Тебя И отошел От нее Ангел Аминь Друзья Посмотрите Совсем юная Девушка Получает Странное На мой взгляд Известие То что она Зачнет от Какого-то Духа Святого И родит Ребенка До этого Никогда так Не случалось Вы думаете Что это Известие Ее Обрадовало Хочу напомнить Что она Получила Это Известие В момент Обручения С Иосифом Только Нашла себе Парня Который Станет Ее Будущим Мужем И вдруг Получает Такое Известие Вы думаете Это Известие Ее Обрадовало И она Сразу Побежала К Иосифу И сказала Иосиф Ты знаешь Сегодня ночью Ко мне Приходил Ангел И он Сказал Что я Беременна Так здорово Иосиф Что я Зачала От Духа Святого Не переживай Это Бог Такое Пророчество Сказал Когда-то И теперь Бог Его Исполняет Через Меня Ты будешь Отцом Спасителя И знаете Иосиф Такой Ура Я всю Жизнь Мечтал Быть Отцом Спасителя А от Кого Ты там Зачнешь Не от Меня Нет Она Нет Говорит От Духа Святого Не переживай Я думаю Друзья Что все было Вообще Не так У Марии Были свои Планы Она хотела Выйти замуж И вдруг Она видит На молодом Тенунгову На масле Проезжает Мимо ее Дома Иосиф Красавец И вдруг Она ему Там глазки Может быть Построила Или еще Как-то Что-то Сделала Он обратил На нее Внимание И предложил Ей руку И сердце И сказал Пойдем К пастору Объявим О помолвке Они пришли К пастору Сказали Мы любим Друг друга Пастор Перед всей Церкви Вывел И сказал Вот эти Люди Сегодня Вошли В помолвочные Добрачные Отношения Вся церковь Знаете Об этом И вдруг Коллапс Она приходит И говорит Я беременна Вы думаете Она об этом Мечтала У нее В голове Бог пришел И в голове У нее Взрыв Как я теперь Скажу Иосифу Об этом А вы думаете Иосиф Мечтал Взять Девушку Которая Потом Вдруг Стала Беременной Думаете Он Так Рассчитывал На это Что Его Девушка Будет Беременной В процессе Или в Период Помолвки И фактически Опозорит Его Посмотрите Что Говорит Слово Матвея Первая Глава Восемнадцатый И девятнадцатый Стихи Рождество Иисуса Христа Было Так По обручении Матери Его Марии С Иосифом Прежде Нежели Сочетались Они То есть Свадьбы Еще Нет Оказалось Что Она Имеет Во чреве От Духа Святого Иосиф Муж Ее Будучи Праведен И не желая Огласить Ее Хотел Тайно Отпустить Ее Видите Как Здесь Написано Оказалось Вот Не думал Не гадал Иосиф Не знал Ничего Не предполагал И вдруг Оказалось Слово Есть такое Оказалось Что значит Открылось Обнаружилось Ты не думаешь Не гадаешь Строишь Свои планы Рассчитываешь На что-то А вдруг Раз и оказалось И оказалось Совсем не то Что ты Ожидал Что делать Теперь с этим Оказалось Я то по другому Думал Я то по другому Рассчитывал А раз И оказалось Иосиф Рассчитывал Что все будет хорошо Прежде чем Взять Марию Поди у всего села Спросил Как что за девушка Все сказали Классная девушка Богобоязненная Хорошая Хорошая Хозяйка Добрая Бери Иосиф Не пожалеешь Иосиф взял А тут оказалось Беременные Подставили Представляешь От кого беременна Еще Еще врет От Духа Святого Что за Духа Святого Знаете Дух Святой Тогда на церковь Не сходил Он сходил Только на царей Пророков И священников Мало кто Встречался С Духом Святым Иосиф Был добрый Мужчина Он хотел Отпустить Тайна Не объявляя Никому Потому что Скорее бы всего Ее побили Камнями Заблуд Помните Как Девушку Которую Соблудила Привели К Иисусу И сказали Моисей Повелел Таких Побивать Камнями В принципе Ее Судьба Была Предрешена Если бы Иосиф Раскрыл Эту тайну Иосиф Не хотел Этого делать Он хотел Отпустить Тайну Не у всех У нас хватает Мудрости Когда мы Оказываемся Перед словом Оказалось Когда ты Рассчитываешь На что-то А вдруг Из-за людей Все пошло Не так Как ты Хотел И оказалось И ты думаешь Я разберусь С этим делом Вы мне Ответите За это Оказалось Как это Так оказалось Я то думал А вдруг Оказалось Когда мы Видим Эту историю Мы видим В ней Что Иисус Еще не Пришел А уже Жизнь Иосифа И Марии Пошла Не тем Путем Который Они Сами Себе Планировали И этому Свидетельствуют Все обстоятельства Которые Случились С ними После того Как Иисус Христос Родился Помните Когда они Были беременны Они шли Иисус Христа Друзья Друзья Они его Три дня Искали Тогда Не было Мобильных Телефонов Не было МЧС Не было Милиции Полиции Сегодня Два дня Нет Уже Все чаты Ой Два дня Извините Два часа Нет Все чаты Уже Давайте Молиться Давайте Посетиться Давайте Искать Ребенок Пропал На два Часа Со школы Не вернулся Должен был 35 минут Прийти домой Сегодня 37 минут А его Все Нет Все Родители Всех На уши Поставят А его Три дня Не было И они Три дня Искали Его Я не знаю Что за эти Три дня У мамы В голове С папой Было Нет Ребенка Ситуация Неспокойная Людей Находится Израиль Находится Под оккупацией А ребенка Нет А апогеей Всего этого Стал Крест Когда Его Арестовали Истязали И распяли И Мария Стояла Около Креста И смотрела На все Это Зрелище И она Думала В сердце Своем Подожди Господь А не ты Ли обещал Что он Будет Великим Среди Народов А не ты Ли обещал Что он Воссядет На престоле Давидовом И будет Царствовать Вечно А не ты Ли обещал Что он Будет Сыном Богом И что Я сейчас Вижу Господь И я вижу Что он Сейчас На кресте Что он Прибит Что он Распят Что он Истерзан Что его Нельзя Узнать Я вижу Это Я вообще Не представляю Как Мария Могла Смотреть На это На все Находясь Перед Крестом Знаете У матери С сыновьями Особенная Связь Они как-то По-особенному Любят У моей Жены Особенная Связь С моим Сыном Я даже Не пытаюсь В эту Любовь Втискиваться Там нет места Никогда Я помню Однажды случай Моему сыну Было примерно Около 12 лет И что-то он так Здорово Нашкодничал Что мне пришлось Всыпать ему ремня И я снял Знаете Ремень от гитары Вот эта вот Вешается гитара на него И намахнулся Хотел ему по попе Всыпать ремня А супруга Марина Она стояла Взади И я когда намахнулся Я смотрю Так знаете Плечи Живот Ноги Над моей головой летят Я понимаю Что это моя супруга И знаете У меня фильмы такие Про ниндзя Про самураев Я думаю Что случилось И она Перелетев через меня Накрыла его Всем своим телом И говорит Бей меня Я говорю Вот это да Вот она любовь Братья и сестры Там Мужьям места нет Когда мать Общается со своим сыном Там места нет Вот у мужей Или у мужчин Разбежались Их не стало Иосиф Иосиф умер Мужчины Слава Богу Бог знает Про мужчин Они бы там Трижды сознание Потеряли Что-то натворили бы Убежали Предали бы И поэтому Наверное Господь забрал Иосифа раньше Времени Чтобы он около креста Не стоял Мужчины не выдержал А она стоит И смотрит На все это И я думаю Мария Как ты смогла Это сделать И знаете У меня ответ Мария доверяла Господу Мария знала Что Бог Не подведет Знаете Она Вспоминала Свою жизнь И видела Что Бог Всегда был С ними Потому что Когда Они шли Вифлеем И младенец Родился Да Им не нашлось Места Ни в одной гостинице Но зато Бог дал им хлев Куда пришли пастухи Которые свидетельствовали О том Что дитя особенное Они говорили Что нам было Явление ангелов Могли бы ли Пастухи Зайти в гостиницу Да никогда Их бы не пустили туда А в хлев Они могли зайти И они свидетельствовали О том Что это особенное дитя Когда Ирод Издал приказание Указ Уничтожить всех Младенцев Знаете что случилось Ангелов Послал Бог К Иосифу И предупредил И сказал Бери Марию И дитя И уходи в Египет И помимо этого Он еще прислал Волхвов Которые Принесли Дары Смирну Золото И Ладан Жены И она знала И здесь И он И он сегодня Пришел Все пошел Все пошло Среди что могло быть на сегодняшний момент. Вас дай Богу хвалу. Потому что Бог все контролирует. Потому что Бог все знает. И знаете, когда ангелы явились пастухам на поле, они сказали следующие слова. Я возвещаю вам великую радость. Поверни соседу, скажи, для тебя есть великая радость. Продолжение следует...